Девушки отдыхают Клюева и Сивковича Криминальное Запорожье Кто устроил стрельбу и взрывы в центре города Старые пятна на новых погонах В Ривне на взятки попался офицер полиции Последнее выступление сборной Украины на чемпионате Европы по футболу Наша команда в эти минуты играет с поляками Следит за матчем моя коллега София Гордиенко И она на связи со студией София, я приветствую тебя Согласись решающим, этот поединок назвать нельзя Конечно же, судьба украинской команды определена Но все же хочется верить, что наши уедут неразгромленными во всех трех матчах Скажи, пожалуйста, какая ситуация на эту минуту? Леша, хочется верить хотя бы в хорошие положительные эмоции Которые могут все-таки получить украинские болельщики Тем более, среди них есть очень такой болельщик-тяжеловес, я бы сказала Сейчас 0-0, если в эти секунды ничего не меняется Начало второго тайма Были две попытки забить голы, но, увы, они как-то не получились, не удались Могу вам сказать, что в Марсале все прошло тихо и спокойно Накануне, сегодня не обошлось без небольшой потасовки Полиции даже пришлось применить слезоточивый газ Арестовали, задержали одного польского болельщика Украинцы все живы, здоровы, никого не пришлось госпитализировать Надо отметить, что поляков здесь, конечно, в разы больше, чем украинцев Но нас приехал поддержать президент Украины Слухи были, ходили о том, что он будет сюда ехать Но до последнего момента никто не знал, есть он или нет на трибунах И вот теперь пользователь интернета, конечно же, выкладывает и докладывает Все, все, всеми, вся Президент приехал сюда по делу Он был утром в Париже Он предпочел вначале выйти на политическое поле Он встречался с Франсуа Аландом У него был очень долгий разговор И после этой встречи в Елисейском дворце Оба президента даже анонсировали скорую возможную встречу в нормандском формате Правда, пока без деталей и без дат Мы не пропускаем ни одной возможности побеседовать с Петром Порошенко И, конечно же, с Ангелой Меркель А если будет к этому готов Владимир Путин, мы проведем новую встречу в нормандском формате Мы наголошуем на том, что Украина отдана Минским домовленостям Украина имплементует и выполняет четко все взятые на себя обязаны И в этом случае продолжение санкций напрямую связано с процессом деокупации Все вопросы могут быть обговорены в ближайшее время На встрече в нормандском формате на высшем уровне У нас есть пропозиции до порядка денного Это и обговорение безопасных критериев И обговорение полицейской эмиссии озброено ОБСЕ на окупованной территории Это и освобождение заручников Это и формование дорожной карты С пределением особенной внимания Питанием последовательности И питанием гарантии выполнения взятий на себя Забовязаний о Минском процессе Конечно, вопрос сохранения мира и также вопрос выполнения минских соглашений Он очень зависит напрямую от санкций От того, насколько они сохраняются И об этом президент Петр Порошенко говорил сегодня с президентом Национальной Ассамблеи Франции Клодом Бартелоном Я напомню, не так давно французские депутаты решили обратиться к своему правительству И, собственно, к Евросоюзу с просьбой смягчить, а то и отменить санкции против России Слишком уж страдает французская экономика Но Евросоюз к этому не прислушался Попрошу послушать, что сказал президент по этому поводу Я очень благодарю за четкую и принциповую позицию наших французских, немецких партнеров Президента Еврокомиссии, лидеров, краин-членов Что до продолжения санкций Была также встреча с президентом французского сената Жиралом Ларше И Петр Порошенко, конечно же, выразил надежду, что Франция и Париж поддержат Украину На пути наших реформ, нашего реформирования страны А также поддержат, очень важно для всех украинцев, безвизовый режим Ну, а что касается уже хороших или плохих новостей из футбола То, Леш, я надеюсь, я смогу сказать больше в конце этого выпуска Будем ждать у тебя новостей, еще пообщаемся, не прощаюсь Спасибо, Соня, ну, надеюсь, что новости эти будут хорошими Это была София Гордиенко в прямом включении из Марселя Продолжим выпуск Переполох в элитных домах Кончезаспы под Киевом Следователи генпрокуратуры пришли с обыском в имение подельников Януковича Андрея Клюева и Владимира Сивковича Все подробности выяснял Ярослав Кречко Обыски в домах Клюева и Сивковича начались с курьеза Рано утром следователи постучали в ворота, а там радикал Олег Ляшко Оказалось, в Кончезаспе он живет в доме по соседству Согласно декларации, жилье арендует за 60 тысяч гривен в год В ГПУ свой промах объяснили технической ошибкой Мол, участки Клюева и Ляшко ограничены одним забором И утверждают обыски элитных имений Санкционировал суд по делу разгона студентов во время Евромайдана В целом речь идет о восьми объектах Других фамилий и деталей дела в ГПУ пока не сообщают По словам охранников соседних коттеджей В домах соратников Януковича после их бегства никто не живет Тем не менее, это первые обыски в имениях Клюева и Сивковича в Кончезаспе Именно бывшего главу администрации Януковича и экс-замосекретаря СНБО Следствие считает организаторами жестокого разгона Евромайдана В ночь на 30 ноября 2013 года Среди причастных к избиению студентов называют также Валерия Коряка, начальника киевского главка тех времен А также экс-руководителя МВД Захарченко Напомню, все подозреваемые в бегах Ярослав Кричко, Сергей Килимник, Геннадий Аникеенко Подробности телеканал Интер Из автоматов, которые принадлежали экс-беркутов Сам Александру Зинченко и Павлу Оброскину 20 февраля 2014 года убили троих активистов Майдана А еще двоих ранили Результаты последней экспертизы Огласило обвинение на очередном судебном заседании По делу о расстреле 48 участников революции достоинства По словам прокурора ГПУ Романа Псюка Эксперты сопоставили пули, извлеченные из тел погибших И 12 автоматов, принадлежавших бывшим сотрудникам спецроты Беркут Которые обнаружили в одном из водоемов на окраине Киева Оказалось, здесь я процитирую Есть абсолютная идентификация, что эти пули выпущены из оружия Зинченко и Обрускина Идентифицировать все отстреленные пули, к сожалению, невозможно, заметил прокурор Потому что у большинства убитых Майданов сохранения были сквозные К тому же часть пуль потом еще прошла через бетон и дерево и деформировалась Очередная стрельба и взрывы в центре Запорожья На этот раз инцидент произошел во дворе жилой многоэтажки Полиция уже квалифицировала дело как покушение на убийство А вот кого и за что хотели убить, пока неизвестно С подробностями наши корреспонденты События в этом тихом дворе разворачивались словно в боевике По словам очевидцев, сначала прогремел мощный взрыв, потом автоматная очередь Я думала, что это было просто фейерверк, а потом слышу ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба Думаю, стоп, это не фейерверк, это не те звуки Очевидцы говорят, иномарку во дворе поджидал мужчина с детской коляской Как только она подъехала, он бросил в сторону автомобиля гранату Потом достал из коляски автомат и открыл огонь В ответ якобы тоже послышались выстрелы, но ни погибших, ни раненых Водителю удалось сбежать, а нападавший впятал оружие в коляску и поджег ее Где делся ни трупов нет, ни водителя нету Где кто делся и коляску-то взрываю Видно, чтобы отпечатки не взяли пальцы Эксперты-криминалисты работали всю ночь и почти весь день Тщательно осматривали все вокруг И место взрыва, и автомобиль, брошенный во дворе И территорию, где горела коляска с целым арсеналом оружия Там были патроны и автоматка Откуда знаете? Уже рассказали Ну я видел там пули и гильзы Не стрелянные, а взорванные от пожара И коляска, да, была детская? Не, уже не было Милиция убрала все Местные жители говорят, мужчина с коляской гулял в их дворе все выходные Но на это никто не обратил внимания Кто хозяин расстрелянной иномарки, тоже не знают За полгода это шестой случай, когда в городе открывают огонь из автоматов и гранатометов Поговорилось, что это связано с контролем над местными рынками и переделом сферы влияния Каждый раз обходилось без жертв и пострадавших Впрочем, преступления так и не раскрыты Сергей Бородюжа, Игорь Воробий Подробности, телеканал Интер, Запорожье Формы новые, вот грехи старые В городе Ривны при получении взятки задержали офицера полиции Обещал решить вопрос в уголовном производстве по мелкой краже Во сколько ценил, оценил честь мундира и что ему теперь грозит, все расскажет Инна Белецкая У вас украли кошелек, мобильный телефон или драгоценности Уголовное производство заглохло? Не удивляйтесь Такие преступления без жертв и взлома Подарок для нечистых на руку полицейских Закрыть дело о мелкой краже Один из работников отдела превентивной деятельности Это бывший участковый обещал быстро Без шума и пыли А главное, недорого Майор согласился на рассрочку Три суммы, четыре тысячи попросил принести в центр города к универмагу Там его и задержали В полиции говорят, внутренняя безопасность была в курсе планов полицейского Начальник полиции обещает, что уже к концу недели подчиненного, а также всех причастных к этой истории уволят только в нынешнем году Только сотрудники СБУ в Ленинской области задержали шестерых полицейских взяточников Очистятся ли когда-нибудь органы от тех, кто хочет жить на нетрудовые доходы? Большой вопрос Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Ривная В том, что искоренить коррупцию нацполиции пока не удалось, признала глава ведомства Хатия Деканаидзе Сегодня в Киеве она вручила дипломы полицейским, которые прошли курсы повышения квалификации И призвала их быть честными Но чтобы добиться лучших результатов, по словам Деканаидзе, по-новому должна работать вся правоохранительная система Это и суды, и прокуратура Есть примеры, когда Фемида восстанавливает в должности тех, кто не прошел аттестацию Вся правоохранительная структура должна работать синхронно Это судебная система, прокуратура и так далее Очень много препятствий, которые у нас есть Но если в целом говорить, ни у кого нет иллюзии, что реформа закончится, например, через полтора года или шесть месяцев Не вызывали его, он сам пришел Нардеп Александр Онищенко явился сегодня в антикоррупционное бюро Напомню, в НАБУ его подозревают в крупных махинациях на газовом рынке О чем Онищенко говорил с директором бюро Артемом Сытником, знает Татьяна Винникова Нардеп Александр Онищенко пытается встретиться с директором антикоррупционного бюро И следователем уже ставшего скандальным газового дела В бюро Онищенко не вызывали Пришел по собственному желанию и вместе с адвокатами Как известно, 15 июня НАБУ направило в Генпрокуратуру иск о лишении Онищенко депутатской неприкосновенности Который передали дальше в профильный регламентный комитет Верховной Рады Тогда же директор НАБУ Артем Сытник заявил Подозревает Онищенко в организации преступной группировки Которая продавала природный газ по заниженной цене По договорам совместной деятельности СПАО «Укргаздобыча» Поддержал Сытника и антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий По данным следователей, преступная схема нанесла стране 3 миллиарда гривен убытков Суд уже арестовал на 2 месяца 10 подозреваемых по газовому делу А детективы НАБУ обыскивали приемную нардепа Александра Онищенко около 10 часов Статьи, по которым его обвиняют, тянут на 12 лет заключения Но сегодня Онищенко заявил, против него развернули медиавойну Не знаю, примут меня или не примут Потому что у нас сегодня все работники НАБУ в основном сидят по телеканалам И высказываются, занимаются своим пиаром Я так смотрю, что мы входим в режим 1937 года Когда арестовывают десятками людей, сажают их в тюрьму И у всех выдуваются показания на меня Я общаюсь с адвокатами, людям ставят конкретную задачу Или давать показания на Онищенко, и вы выходите сразу Или будете сидеть на 2 месяца с бешеными залогами Онищенко также сообщил, арестован его главный адвокат Обвинения выдвигают даже против его 75-летней матери Сам он из Киева все это время не выезжал И от следователей не прятался Хотя, по их данным, 16 июня депутат был во французской Ницце А еще Онищенко уверяет, об обвинении узнал с экранов ТВ И до сих пор не получил от правоохранителей ни одного документа по делу против него Однако в НАБУ ему ответили вот так После нескольких часов попыток попасть на прием к директору и следователю Оформление разрешений и пропусков Онищенко все-таки пропустили Но без адвокатов Уже после встречи с Сытником Нардеп рассказал следующее На сегодняшний момент пока никаких обвинений мне не предъявлено И поэтому статуса моего как обвиняемого нет Пообещали собрать рабочую группу и пообщаться и объясниться между собой Прийти к какому-то компромиссу Адвокаты Онищенко, не дожидаясь дальнейшего развития дела Заявили те, кто публично обвинял Нардепа, ответят в суде Были такие сообщения в прессе И они действительно порочат честь, гидность и деловую репутацию человека Поэтому обращение в суд о защите чести и достоинства уже подготовлено И будет сегодня подано В итоге в НАБУ заявили Все сегодняшние прошения Онищенко зарегистрировали А вызывать Нардепа на допросы не планируют По крайней мере пока парламент не лишит Онищенко неприкосновенности Татьяна Овинникова, Алексей Шматов, подробности телеканал Интер А в Николаеве сегодня активисты сожгли чучело взяточника Сорвали заседание конкурсной комиссии Выдвинули новые требования Город никак не успокоится после коррупционных скандалов Общественники, которые уже вторую неделю днюют и ночуют у здания облгосадминистрации Требуют отставок А чиновники, конечно же, портфели отдавать не спешат Подробности в материале Кирилла Ющишина Вот уже вторую неделю в Николаеве продолжается акция протеста у стен облгосадминистрации Сегодня к протестующим примкнули общественники из райцентров Первомайский Вознесенск Все вместе смастерили чучело из подручных материалов Одежды, скотча и старых газет И устроили похороны условного коррупционера Пронесли чучело по центру города, а потом сожгли Активисты говорят, так хотят намекнуть взяточникам Мол, если сами не уйдут в отставку, им помогут Акцию с чучелом устроили ради яркой картинки для СМИ Протестующие этого не скрывают В то же время сегодня люди из палаточного городка Помешали заседанию конкурсной комиссии Которая должна выбрать претендента на должность Заместителя главы облгосадминистрации По вопросам децентрализации Активисты просто сорвали заседание Претенденты на вакансию так и не выступили перед комиссией Давайте мы не будем ломать процедуру После нескольких коррупционных скандалов И визита президента на прошлой неделе в Николаеве Ожидали отставки губернатора и глав силовых ведомств области Полиции и прокуратуры Напомню, Петр Порошенко тогда выступил за их увольнение Но на сегодня главный полицейский всего лишь отстранен А областной прокурор тоже пока остается на месте Хотя Юрий Луценко еще неделю назад заявил следующее Я вчера зателефоновал прокурора в Николаевской области С тем, что чекаю от него сегодня заяву передставку Думаю, что полиция будет так же оперативно сделана Подобрать руководителя прокуратуры займет некоторый час Думаю, что на следующий недель в Николаевске Будет мать ученика нового Вячеслав Кривовяз, облпрокурор, не спешит выполнять просьбу начальства По словам источников в прокуратуре, он отказался добровольно уходить с должности Но в то же время официально Кривовяз комментировать что-либо отказался Кирилл Юйчишин, Магданов Иванов, подробности телеканал Интер, Николаев На этой неделе в зону АТО отправляется еще 20 медиков-волонтеров Из первого добровольческого госпиталя Они заменят на передовой своих коллег Которые оказывают медпомощь военным и мирным жителям при фронтовых территориях А сегодня врачам, медсестрам и водителям скорых Вручили медали за содействие вооруженным силам Украины Также руководитель госпиталя Геннадий Друзенко Подписал меморандум с лидером общественного движения Справедливость Валентином Наливайченко о сотрудничестве В частности Наливайченко обязался помогать врачам на передовой Техникой, лекарствами и деньгами Ведь государство их, как утверждают медики, игнорирует А волонтерская помощь в последнее время существенно уменьшилась Сейчас в медицинской службе ЗСУ не комплект медиков 45% МОЗ стоит насмерть в глухой обороне Что цивильные медики, за свой рахунок Без никакой вытраты государственных копеек Не могут ликовать военных Я очень рада, что мы нашли партнера Стратегического партнера не на словах, а на справах Мы створюем общий фонд, безумовно громадский, прозорий Он будет полностью под руководством медиков Наше завдание и движение справедливости всех, кто нас международные партнеры поддерживает Наповнювать и помогать Мы действительно четко заявляем Надать и законодательный статус добровольцам и украинским медикам И військовый статус, и статус правовый и социальный Аж включено с премиями, с социальными выплатами С статусом участника боевых действий Под Мариуполем боевики обстреляли не только наши позиции Но и оккупированный имя же поселок Коминтернова Били из минометов Зачем террористы стреляют еще и по своим? Разбирался Александр Пантелеймонов Под оккупированным Коминтерновым ситуация накаляется все сильнее Боевики уже не стесняются обстреливать наших военных Прямо в присутствии наблюдателей ОБСЕ Стреляли где-то оттуда, с под этого, с Пензовиченок И лягало вот тут между нашими позициями и ихними Специально там, как ОБСЕ заезжает У них обязательно эти провокации начинаются Чтобы потом обвинять украинскую армию По нам начали с АГСов клепать А сообщают, что там стоит на блокпосту ОБСЕ Вот и все, что можно про это ОБСЕ говорить, что можно про них думать Здесь, под Коминтерново, даже душ пришлось сделать под землей Обстрелы идут постоянно Жара стоит невыносимая Мыться все-таки как-то нужно Как только выходим из-под укрытий, звучат выстрелы К нашим позициям приблизились вражеские разведчики Наблюдатель тоже тут есть, сидит, наблюдая Как минометами начинают работать Мы знаем прекрасно, что он там сидит, корректирует Ночью от врага досталось и самим жителям Коминтерново По своим террористы бьют сознательно Это уже отработанный трюк Именно так создают нужную картинку Для пропагандистских телекамер и наблюдателей ОБСЕ Но на самом деле, если наши и стреляют в ответ То только тогда, когда уж совсем нет другого выхода Чтобы утихомирить врага Стараемся до последнего не провоковать Потому что у нас тоже понимаем, что там и люди Потому что они в селе сидят Не так, как мы в посадках Ночной обстрел боевиков зафиксировали и наши технические средства разведки Материалы передадут международным наблюдателям Но в то, что это может как-то изменить ситуацию Наши бойцы уже давно не верят Александр Пантелеймонов, Вадим Ревун и Игорь Щепет Подробности, телеканал Интер ЕС за санкции Насколько продлили экономические штрафные меры против России Кто выступает за их поэтапное снятие И зачем вице-канцлер Германии собрался в Москву Татьяна Лагунова подробнее Санкции остаются в силе еще на полгода Постоянные представители стран-членов ЕС Договорились продлить экономические меры против России До 31 января следующего года Решение принято единогласно Осталась формальность Его должен утвердить Совет ЕС Планируется, что это произойдет уже в пятницу В том, что сейчас летом штрафные меры против России продлят Сомнений практически не было Главное условие для их отмены Реализация Минских соглашений не выполнена Вопрос в другом Что будет потом, зимой? Европейские дипломаты не скрывают Не исключено, что это последнее продление Среди стран Евросоюза уже давно сформировались два лагеря Сторонников смягчения санкцета Например, Венгрия, Словакия, Италия И категорических противников Польша, Великобритания, страны Балтии Но тем не менее, решающей является позиция стран Которые играют первую скрипку в ЕС Германии и Франции А Берлин и Париж в последнее время прозрачно намекают Нужно пересмотреть санкционный инструмент Иными словами, подумать о возможности Поэтапного снятия штрафных мер Отменять некоторые из них При выполнении России ряда пунктов Минских соглашений Это предложение поддерживает и Австрия Минские пакеты санкции наверняка Будут обсуждать и на саммите лидеров Нормандской четверки Встреча может состояться уже в ближайшие недели Но окончательно о ее проведении Пока не объявлено Ну а пока время, место Да и сам саммит Нормандской четверки Под вопросом в Берлине обсуждают другой визит В понедельник вице-канцлера По совместительству министр экономики Германии Якобы летит в Москву Как сообщают немецкие СМИ У СДК Зигмара Габриэля Который может стать конкурентом Ангелы Меркель На следующих парламентских выборах Запланирована встреча в Кремле Главная тема переговоров Экономическое сотрудничество Германии и России В условиях санкций Татьяна Луганова, Вячеслав Фролов Подробности Европейское Не вспоминать о ветеранах только 9 мая Накануне годовщины начала Великой Отечественной С ее участниками встретился нардепа-позиционер Вадим Рабинович Председатель подкомитета Верховной Рады По правам человека Обсудил с ветеранами их насущные проблемы И вручил подарки Любая помощь сейчас ветеранам очень необходима Потому что это люди уже преклонного возраста Как говорится, многие Как говорится, одиночки остались Которым надо помогать не только материально Но надо помогать, навещая их на дому Я вот сегодня приехал, когда узнал, что люди, которые защищали свою страну Люди, которые являются уже, может быть, последней плеядой ветеранов Не могут себе купить слуховые аппараты Мы точно знаем, кто победил фашизм Мы знаем, кто герои Мы знаем прекрасно, что они сделали для всех нас Рассказывать нам другую историю не нужно Пока неутешительные новости получаем из Марселя Украинцы на эту минуту проигрывают полякам 1-0 Напоминаю, окончательный счет ближе к концу выпуска Нам сообщит моя коллега София Гордиенко Дождитесь Кстати, узнайте, и чем завершилась другая спортивная интрига МОК сегодня решал, пускать или нет российских спортсменов на летнюю Олимпиаду Обо всем во второй части подробностей В Прикарпатии ликвидируют последствия ливня и шквала Первый удар стихия нанесла днем в понедельник, второй сегодня ночью Пострадали 8 районов и областной центр Ивано-Франковск Упавшие деревья повредили 70 жилых домов 15 административных зданий, оборваны линии электропередач В Багарачанском районе на местную жительницу обрушилось дерево Когда она пряталась под ним от дождя, женщина скончалась на месте Еще пять человек травмированы, сообщают спасатели Давно у нас на территории области не было такой стихии Насколько были сильные, что деякие дерева виривали с коренем Зривали дыхи на дороге, то буревий был очень сильный Найбільше у нас потерпела школа, потому что частина даха взагалі снята С еда, с котельни взагалі не существует Не делали шкоды так фактически в каждом дворе Материальні збитки дуже величезні У людей зараз їхала комісія оглядати ті житлові будинки А ранним утром стихия бушевала в Закарпатті К шквалу і ливню добавилась еще одна серйозна проблема Очень крупный град На связи со студией наш корреспондент Марина Коваль Марина, ти видела все собственными глазами, все эти последствия непогоды Скажи, насколько серьезный ущерб нанесла она местным жителям? Добрый вечер Закарпатцев сегодня разбудило шумбури На регион обрушился град Размер ледяных шаров достигал 5 сантиметров в диаметре Жители села Теково Виноградовского района говорят Подобного еще не видели С неба будто камни падали Изрешитив все, крыши, окна, стены домов Люди еле здерживают слезы, когда рассказывают о том, сколько бедно творила стихия Буря продолжалась буквально пару минут Но на ликвидацию ее последствий нужно будет потратить несколько недель Все Лахтеково и Королево почти в каждом доме Нужно полностью менять крыши, окна, штукатурить стены Пока что люди сами перекрывают дома клеенкой, чтобы хоть как-то защититься от дождя В сельсоветах говорят самостоятельно ликвидировать последствия стихии не смогут И будут просить помощи из областного бюджета Организованы комиссии, которые обходят дома и останавливают размеры ущерба Где нанесенный ущерб, там практически 100% нужно восстановить Там ничего живого не осталось И просто там латать или ремонтировать частично не получится Будем просить помощи, потому что население не справится с такой бедой Кроме крыш домов, град побил автомобили, пострадал и урожай Селяне не соберут кукурудзу, абрикосы Кроме Виноградовского пострадали еще два района Ишавский и Хуйский, говорят в МЧС Досталось и пограничному Мукачеву На данный момент, по информации спасателей Во всех населенных пунктах области восстановлено электричество и водоснабжение Синомтики обещают завтра погода улучшится Спасибо коллега, Марина Коваль о том, какой беды натворила стихия в Закарпатье Смертельное ДТП Накануне вечером в Киеве, возле метро Петровка Машина протаранила автобусную остановку Есть пострадавшие Что произошло? Водитель не справился с управлением или сел за руль пьяным? Выясняла Екатерина Доброгорская По информации патрульных, водитель Opel не справился с управлением и врезался в маршрутку Ее пассажиры не пострадали Но вот после этого машину отбросило в сторону остановки, где стояли люди За кермом перебывал человек 1988 года народжения В результате смертельной травмы загинула женщина 1955 года народжения Окрим того, в лекарственные заклады, за предыдущими данными, доставлено 6 человек, включающих водителя иномарки Среди пострадавших двое в тяжелом состоянии Их поместили в реанимацию Два человека в травматологии Еще одного врача осмотрели и отпустили домой Одному была надана амбулаторная допомога Там забедная рана, он отмывался от обслеживания и лекарства Те, что госпитализованы в загальной реанимации, они находятся в тяжком состоянии Там есть поединенная травма, черепно-мозговая травма И плюс скелетная травма, переломы нижних кинцовок Переломы, стигна и гаммилок, это тяжкие переломы Сам водитель Опеля тоже в больнице, в стрессовом состоянии и с сотрясением мозга Врачи проверили, был ли он во время ДТП пьяным То, что он пьяный, не подтверждено Ни лабораторно, не найдено в спиртовом анализе крови Так и клинично По словам врача, возле палаты водителя Опеля круглосуточно дежурят полицейские К нему не пускают даже родственников Пока угловное производство открыли по статье нарушение правил безопасности дорожного движения Если вина водителя будет доказана, ему грозит до 8 лет тюрьмы Екатерина Доброгорская, Вадим Сверидонов, подробности, телеканал Интер Французские эксперты со дня на день приедут в Украину Чтобы вместе с украинскими коллегами расследовать дело задержанного за подготовку теракта гражданина Франции Об этом сегодня рассказал глава СБУ Василий Грицак после переговоров с французским сенатором Натали Гуле Которая известна как один из самых успешных экспертов по борьбе с терроризмом Напомню, в конце мая на украинско-польской границе был задержан гражданин Франции с арсеналом оружия и взрывчатки По предположению следствия, он планировал серию терактов во время проведения Евро-2016 В Измаиле Одесской области в больнице все еще поступают пациенты с кишечной инфекцией, но с каждым днем их меньше По последним данным, заболевших в общем 460 человек 250 проходят лечение в стационаре, половина из них дети Врачи уже предупредили, эпидемия закончится только после того, как специалисты проведут обеззараживание водопроводных сетей Еще вчера собирались это сделать с помощью гиперхлорирования Но из-за того, что значительные дозы хлора слишком токсичны, от такой идеи отказались Ведь риск, что люди могут отравиться еще и этим химикатом, высокий Сейчас специалисты рассматривают вопрос дезинфекции водопровода более современным, но и более дорогим препаратом Возможно, уже завтра определят дату проведения этой процедуры Пока же в Измаиле сохраняется режим чрезвычайной ситуации Провести санитарные мероприятия и проверить качество воды во всех населенных пунктах Украины Поручил премьер Владимир Гройсман Сегодня он провел совещание с исполняющим обязанности главы Минздрава Владимиром Шафранским И исполняющим обязанности главы Государственной СС Святославом Протасом Премьер заявил, надо предотвратить повторение измаильской эпидемии И исключить возможные риски там, где есть угроза попадания сточных вод водопроводы Ну а утром премьер собрал итоговую конференцию по итогам визитов Соединенные Штаты Заявил, Вашингтон дополнительно выделит Киеву 220 миллионов долларов на реформы По словам Владимира Гройсмана, эти деньги направят на судебную реформу и поддержку таможенной службы А еще на децентрализацию и энергонезависимость Кроме того, премьер выступает за стабильность налоговой системы Он уверен, чтобы бизнес смог нормально работать, нужно сохранить налоговые ставки на протяжении 3-5 лет И привлекать налоговиков к ответственности за коррупцию Также премьер проанонсировал масштабное строительство украинских дорог уже с весны следующего года По его словам, пока денег на это нет, но Всемирный банк готов профинансировать Прокомментировал Гройсман и повышение тарифов на газ По его мнению, они прозрачные и рыночные Жители далекого поселка Беловодск Луганской области требуют децентрализацию О населенном пункте мало кто знает, до него почти никто из властимущих не доезжает А люди называют себя брошенными Почему, выясняли наши корреспонденты Беловодск, поселок на севере Луганской области До него не каждый доберется, а гостям здесь рады Здравствуйте 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 Сами жители, которые собрались сегодня в центре, с горькой иронией говорят Место дорог – направление, но не это их самая большая беда А дальше, как по списку, все проблемы, как и у жителей соседних городов Вы представляете, какие надо тысячи жить? У нас не выносимо оплатить А что они кажутся, что дрова купить? За что дрова купить? Две с половиной тысячи машина дров И если мы все пойдем дрова куплять, то лесу не будет Это дело тянуть на Киев Ни в село не выделяю, не будую, не отбудовываю село Тут нужно децентрализацию делать Чтобы 20% не шло на Киев А 80% там, где люди заработают, туда нужно и вваживать Стоят цехи пусти Начиная с северного нашего края ПМК-146 было Сильнейшее предприятие строительное Сельхозтехника 500 человек работало Дорстрой, райагрострой Предприятие по обеспечению нефтепродуктами Сильхозхимия Все эти базы и досы стоят, пустуют, валятся Эти же вопросы, когда парламентарии работают в округах Звучат и на западе Украины, и в центре Утверждает нардеп-опозиционер Юрий Бойко Мы сказали им, давайте поставим закон 3793 Есть инфляция в Украине Отримав бюджет додатковых кошек По закону, по конституции Это должно быть увеличено социальные выплаты Это не то, что там популиска Это по закону Нема, не приняло Раду, нужно перебирать На 17 июля назначены до выборы в парламент Нардепы от оппозиционного блока Представили жителям Беловодска своего кандидата Бориса Лебедева Сам он луганчанин, фермер Жителям знаком, но они в недоумении Показывают листовки, появившиеся в городе На них другой кандидат, якобы от оппозиционного блока И хотя в Беловодске о войне знают только из новостей Главный вопрос, когда она закончится и что будет с оккупированными территориями Почему мы хотим, чтобы они вернулись? Если эти территории не вернутся к нам Если они останутся там Где гарантия, что завтра еще кто-то не захочет отделиться? Где гарантия, что завтра Харьков или Одесса тоже не захочет? А если эти территории вернутся к нам Люди вернутся в страну Это будет прививка на будущее Что нет смысла уже отделяться Поскольку все равно опять вернемся О войне не понаслышке знают дети Которые этим летом уже могут оздоровиться И отдохнуть в местном детском лагере Заре 40 лет и лагерь только раз не смог принять отдыхающих из-за обстрелов В этом году здесь побывают более тысячи маленьких луганчан Треть из них – дети переселенцев Символично открытие летнего сезона посвятили Украине Мы дети твои, Украина Мы постарались построить программу отдыха для детей так, чтобы показать всю красоту украинской природы, украинской души, украинского сердца, вообще украинского народа В области действует пять таких лагерей Финансируются за счет предприятий и благотворительного фонда Эти средства в первую очередь на путевке детям, которые бежали из городов на линии огня Очень важно, особенно для детей беженцев, мы создаем условия, чтобы они как-то отдохнули душой от этого всего ужаса В этом году почти в три раза снизили финансирование по сравнению с двумя годами перед этим Это, конечно, просто беда и безобразие И мы будем обязательно ставить вопрос о том, чтобы государство отдавало деньги на такие вот оздоровительные заведения А самим детям не до забот взрослых Уже планируют, как проведут смену, готовят конкурсы и болеют за футбол Тут нельзя скучать, но все время развлечения Телевизор нам в прошлом году предоставил фонд В каждый корпус установили телевизоры, да, и мы следим за чемпионатами Ольга Иванченко, Юрий Красновский, подробности телеканал Интер, Луганская область 18 заключенных граждан Украины, отбывающих срок в аннексированном Крыму Будут переданы украинской стороне в ближайшее время О процедуре выдачи удалось договориться украинскому омбудсмену Валерии Лутковской Ранее украинские власти заявляли, что хотят забрать всех украинских граждан, которые находятся в крымских тюрьмах Покушение на кандидата В США арестовали мужчину, который хотел убить кандидата в президенты Скандального бизнесмена Дональда Трампа С подробностями из Вашингтона мой коллега Тихон Зитко Попытка покушения была совершена на одном из многочисленных предвыборных мероприятий Дональда Трампа в Лас-Вегасе Трамп выступал перед огромным сборищем сторонников Среди них, как и всегда на митингах скандального бизнесмена, были также его оппоненты Но в этот раз мужчина, пришедший на выступление, был готов на большее, чем просто протестовать Он собирался убить Трампа, вот его уводит полиция Это 19-летний Майкл Стивен Сенфорд, он британец Последние полтора года живет в Калифорнии Вынашивал планы убить Трампа, год Убедил себя в готовности совершить это преступление Приехал в Лас-Вегас в оружейном магазине несколько часов подряд Тренировался стрелять На выступление кандидата попытался выхватить пистолет у полицейского И был задержан Спасибо вам, мы любим нашу полицию, спасибо офицеры, это очень хорошо Кажется, Трамп так и не понял, что его пытались убить Во всяком случае, реагировал он, как и на каждый инцидент с протестующими на его мероприятиях Что интересно, после этого, неудавшегося покушения Данному событию он не посвятил ни одной записи в своем твиттере Больше внимания уделил своему оппоненту, Хиллари Клинтон Ну а что касается неудавшегося убийцы, то ему теперь грозит до 10 лет лишения свободы Мотивы его пока неизвестны, за что он хотел убить Трампа Юноша пока так и не рассказал Тихон Зитко, Сергей Еременко, подробности, Американское бюро телеканала Интер Два дня до исторического решения У британцев остается все меньше времени, чтобы определиться Какое будущее они хотят для своей страны Остаться в Евросоюзе или уйти К дебатам присоединяются звезда английского футбола Дэвид Бэкхэм и мультимиллиардер Джордж Сорос Настроение избирателей в Лондоне изучает наш сапкурт Светлана Чернецкая Решение, от которого зависит судьба Великобритании, да и всей Европы Уже в четверг состоится голосование, которое без преувеличения может изменить ход истории Казалось бы, к этому времени уже все должны определиться Отдать свой голос за то, чтобы уйти или за то, чтобы остаться в ЕС Но в стране все еще около 20% неопределившихся Тех, кто потерялся в фактах, выдумках и страшилках, тиражируемых обеими сторонами Премьер Кэмерон, инициатор референдума, решил в последний раз перед голосованием Обратиться к британцам с очень личным призывом Я знаю, что не все мои решения на этом посту были правильными Я знаю, что некоторым не нравится вообще все, что я делал Но я знаю то, в чем был уверен каждый британский премьер Соединенному королевству будет намного лучше в сотрудничестве с остальными, чем работая в одиночку Компания за то, чтобы остаться, выглядит откровенно сильнее Ее поддерживают ведущие экономисты, финансисты, политики, общественные деятели и национальные звезды К этому списку сегодня присоединился любимчик не только футбольных фанатов Дэвид Бекхэм Он обратился к британцам в соцсети Призвал решать мировые проблемы вместе, а не в одиночку Уже за первые 15 минут его пост набрал 50 тысяч лайков Миллиардер Джордж Сорос тоже высказался за Соединенные Королевства в Европе Он предупредил, что в случае Брекзита следующий день после голосования станет Черной Пятницей Сорос прогнозирует обвал фунта больше, чем на 15% Это мгновенно отразится на финансовых рынках, инвестициях, ценах и рынке занятости Из уст известного финансиста это прозвучало почти как угроза Кстати, в последние дни фунт начал укрепляться по отношению к доллару Все потому, что возросло количество сторонников сохранения членства Великобритании в ЕС Согласно последнему опросу, среди тех, кто точно пойдет голосовать Сторонники Евросемьи набрали 53% против 46% оппонентов То есть компания за выход из Европы теряет голоса Кстати, ее список поддержки в разы короче, а знаменитостей мировой величины в нем и вовсе нет Повлияет ли это на исход референдума, узнаем уже в пятницу Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин, подробности Британское бюро телеканала Интер На Олимпиаду пустят, но предварительно тщательно проверят Таков вердикт в отношении российских легкоатлетов, его сегодня огласили в МОК В компании с какими проштрафившимися теперь останется Москва? Данил Русаков продолжит Российские легкоатлеты еще сохраняют возможность поучаствовать в Олимпиаде в Бразилии Если докажут, причем каждый в индивидуальном порядке, что они чисты по части допинга Сегодня глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах сообщил Российские спортсмены смогут выступить на играх под флагом России после того, как кандидатуры одобрят Международные спортивные федерации МОК внимательно изучил рекомендации профильной федерации, которая после скандала с допингом попросила дисквалифицировать всех Разрешение на участие каждому отдельно взятому атлету будут выдавать профильные чиновники комитета Впрочем, Москва оказалась отнюдь не единственным проштрафившимся участником В компании с Белокаменной Кения у африканского государства проблемы похожие Его представителей также уличили в употреблении допинга Скандал с российскими спортсменами, напомню, возник почти месяц назад В интервью немецким СМИ бывший глава антидопинговой лаборатории России Григорий Рыченков рассказал, как по его указке Атлеты принимали допинг на Сочинской Олимпиаде Против Рыченкова накануне возбудили уголовное дело Сейчас он находится в США и возвращаться в Россию не спешит Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро телеканала Интер И снова на прямой связи со студией моя коллега София Гордиенко Она, напомню, в Марселе, а там буквально только что закончился матч между сборными Украины и Польши София, какой счет и как ведут себя болельщики? Алексей, посмотри на мое лицо Нет в футболе сослагательного наклонения, как и в истории Болельщики ведут себя очень ожидаемо Вот они уже выходят прямо с трибун Причем они не дожидались окончания матча Было понятно, очень много разочарованных И именно люди в сине-желтых одеждах выходили оттуда Поляки радуются, конечно, а нам придется тренироваться и ждать следующих чемпионатов Алексей? Ну, на этот чемпионат еще нужно попасть Спасибо, коллега К сожалению, счет 1-0 Украина проиграла Польша И это был наш последний матч на Евро-2016 для нашей сборной Спасибо, Соня Это была София Горденко Она была на стадионе Марселя, где наши играли с поляками Смотрели этот матч и пятеро украинцев Которые выиграли путевку на заключительный матч нашей сборной Это победители конкурса на лучшее фото с Евро-2012 Который прошел в четырех украинских городах четыре года назад Конкурс «Мой Евро», организованный фондом Бориса Колесникова Проходил летом прошлого года Свои снимки прислали на него четыре тысячи украинцев Фото мы сделали на матче Испания-Франция в 2012 году на Евро Которое проходило у нас в Донецке на Донбасс-арене Мы ходили туда всей семьей И вот почему-то эта фотография понравилась зрителям, понравилась судьям Четыре года назад наша страна провела замечательный праздник Евро-2012 Сегодня победители конкурса «Мой Евро» здесь На матче Украина-Польша Я желаю нашим ребятам уже готовиться к чемпионату мира На этом все Такие были подробности этого дня Спасибо, что смотрели Завтра обязательно увидимся Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»